Как принято говорить, в подобных случаях не поделили дорогу. Николай на Ладе ехал по проспекту Победы с завода в сторону Заречья. Вадим на Лексусе вынырнул на главную с улицы Вологодской. Результат этого дорожного уравнения налицо. Очевиден и виновник аварии Лексус. Ну так я, конечно же, не прав. Почему это? Вадим не пропустил Николая по главной дороге. За это положен штраф 1000 рублей. Однако, согласно новому федеральному закону, нарушитель может заплатить 500. Однако, скидка 50% будет действовать только в том случае, если водитель оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Платить меньше все равно уже и так хорошо. К послаблениям штрафных санкций положительно относится и Николай. Штрафами, если у меня они, конечно, есть, я выплачиваю их вовремя всегда, если зарабатываю. Штрафами нарушаю. То есть будете пользоваться этим? Буду пользоваться. Конечно, нежелательно нарушать, можно так сказать. Но буду пользоваться такой услугой. 50% будет большой. С новыми правилами оплаты, по сути, можно ознакомиться прямо в постановлении по делу об административном правонарушении. В результате изменения законодательства изменился и сам бланк постановления. В нем появились реквизиты, а также дополнительный цифровой штрих-код для оплаты штрафа. Также в новом постановлении перечислены те статьи, по которым 50% скидка на штраф не действует. К примеру, вот такие автолюбители на скидку рассчитывать не могут. Спирт пили? Хороший. Спирт медицинский. Помимо этого, скидка не положена при повторном проезде на красный свет, также повторных выездей на встречку и превышении скорости. И еще в ряде случаев там, где имеет место грубое нарушение ПДД. В других случаях важно помнить, льготные 20 дней считаются с момента вынесения постановления, подчеркивают автоинспекторы. С момента нарушения 15 дней для вынесения постановления должностного лица. То же самое по видеофиксации, то же самое и у нас, допустим, если мы направляем что-то в почту. Затем, в течение трех дней с момента вынесения постановления, наказной почтой с уведомлением направляются к гражданину. Правда, несвоевременная доставка корреспонденции почты России не редкость. А значит, могут возникнуть проблемы с оплатой штрафов, которые зафиксированы приборами видеофиксации, особенно на трассах других регионов России. Но отслеживать сроки за автолюбителя никто не будет. Получить информацию о состоянии своих штрафов можно на сайте госуслуг или в госавтоинспекции при наличии документов в кабинете 419. Вера Кучеренко, Дмитрий Махов, Новости.